Жесткую посадку самолета во время шторма сняли на видео в Лондоне. Экстремальная посадка самолета во время шторма Деннис в Лондоне попала на видео. На кадрах видно, как самолет из-за ветра на несколько секунд зависает над землей, а потом садится поперек полосы. А также сняли на видео посадки нескольких самолетов во время урагана в аэропорту Нью-Касла, Англия. На записи видно, как пассажирские лайнеры один за другим подлетают к взлетно-посадочной полосе и пытаются приземлиться в непростых условиях. Скорость ветра в момент торнадо составляла 35 метров в секунду. Сперва самолеты качало из стороны в сторону, а затем сносило с взлетной посадочной полосы. Как рассказали местные жители, торнадо был настолько мощным, что срывал плитку с дамов, обрывал провода и поднимал в воздух батуты. Пассажирские самолеты совершают ошеломительные посадки в Лондоне, пытаясь противостоять сильным ветрам-штормам. Самолеты совершают почти вертикальную посадку, время от времени зависая над взлетно-посадочной полосой, пытаясь приземлиться. Но вместо стандартной плавной посадки самолет изо всех сил пытается достичь взлетно-посадочной полосы из-за невероятно мощного бокового ветра. В какой-то момент сильный ветер оттолкнул авиалайнер от взлетно-посадочной полосы. Но опытные пилоты самолета быстро вносят необходимые исправления, как только соприкасаются с землей. У каждого типа воздушного судна есть предел, который пилоты не будут нарушать при боковом ветре. Зачастую в небольших аэропортах нет полосы в ветер, так что да, ветер в очень небольшом количестве случаев может быть препятствием при посадке. Но скорость и направление ветра анализируются заранее, в редких случаях рейс может быть отменен или перенесен в близлежащий аэропорт по этой причине. Что касается видео, то они выглядят пугающими, но для посадки при сильном боковом ветре существует специальная техника управления, все это безопасно и отработано пилотами. Сильный ветер или ураган при посадке и взлете авиалайнера это очень опасно, так как резкое изменение скорости или направления ветра в тот момент, когда самолет наращивает или снижает скорость. Если ветер повлияет на скорость, что она упадет ниже минимально допустимой, то велика вероятность падения самолета. Все пилоты проходят многочасовые тренировки, а самолеты и некоторые аэродромы оснащены системами оповещения о потенциальном сдвиге ветра. Стоит ли волноваться, если полет проходит при плохих погодных условиях в снегопадах или дожде? Пилоты очень хорошо разбираются в погодных условиях, всегда изучают текущие прогнозы в аэропортах вылета и прилета, а также погоду в аэропортах по маршруту. Что касается запасов топлива, то у нас тогда залито большее количество, если по прогнозу в аэропорту прилета ожидаются проблемы, в такие моменты может потребоваться повременить с посадкой и идти на второй круг. Почему лопают шины у самолета? На низких скоростях взлета это может стать причиной, по которой взлет может быть отменен, а вот на высоких скоростях полет не будет прерываться. Сесть самолет может с любым количеством лопнувших шин. Почему это происходит? Несколько часов шины находятся в условиях низких температур, а во время посадки набирают скорость около 300 км в час, некоторые до 460 км в час. Соприкасаясь с землей на такой скорости, несколько тонная машина с огромной силой ударяется о землю. В это время температура шины поднимается до 260 градусов, это происходит каждый раз при посадке, но шины очень редко не выдерживают такую разность температуры и нагрузку, только из-за некачественной резины, загораются или лопают при посадке. Продолжение следует... В Мьянме самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси. На борту воздушного судна находилось 82 пассажира и 7 членов экипажа. Самолет национальной авиакомпании Мьянме совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая, используя только задние шасси. Так, перед посадкой пилот сообщил диспетчерам, что у самолета не открылись передние шасси. Исходя из этого, капитану воздушного судна пришлось совершить жесткую посадку, используя только задние шасси. Детали инцидента уточнили в авиакомпании. Там отметили, что Эйкос, система индикации двигателя и оповещения экипажа, указывала на сбой в работе переднего шасси. Неоднократные попытки пилота выпустить шасси оказались безуспешными. Самолет сделал два круга мимо башни авиадиспетчеров, чтобы те могли визуально проверить, выпустились ли колеса. После этого пилот выполнил аварийные процедуры для сброса топлива, чтобы уменьшить вес для посадки, и удачно приземлил самолет на задней шасси. Пассажиров эвакуировали. Информации о пострадавших нет. Сообщается лишь, что все 82 пассажира и семь членов экипажа находятся в безопасности. После инцидента аэропорт временно закрыли для посадки крупных самолетов Boeing и Airbus. В международном аэропорту Барселоны российский лайнер компании Atavair чуть не столкнулся с самолетом из Аргентины. Аргентинский самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу и начал пересекать ее, когда авиалайнер Atavair уже заходил на посадку и почти коснулся земли. Российские пилоты приняли решение приостановить снижение и уходить на второй круг. В Хургаде лайнер Airbus 380 при посадке задел хвостом полосу. Колеса самолета успели коснуться взлетно-посадочной полосы, но экипаж по неизвестной причине решил не завершать посадку, а вместо этого ушел на второй круг. При этом самолет задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, и на фюзеляже осталась потертость. По информации надзорных транспортных органов, никто из 200 пассажиров, находившихся на борту лайнера, в результате инцидента не пострадал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok